Субтитры делал DimaTorzok Действует от имени российского правительства и воюет в горячих точках, в том числе на Донбассе, в Сирии, в Ливии, во многих других странах, они обратились в Международный уголовный суд ГААГе с иском и требованием возбудить дело в отношении Российской Федерации и должностных лиц Российской Федерации. То есть, чтобы вы поняли, в Украине, во многих других странах часто говорят о том, что за агрессивное распространение русского мира российское руководство рано или поздно будет сулить ГААГе. Но иск подали не правительство тех стран, которые терпели и терпят специфику российской политики. Иск подали те, которые являются проводниками русского мира в других странах. Иск подали Международный уголовный суд ГААГу. Сами русские на Россию. Что же требуют боевики? Прошу прощения, они же наемники, работники частных военных корпораций. Формально, как ни парадоксально, в ГААГу они обратились не в связи с каким-то раскаянием, преступлениями или так далее. С одной стороны, они признают, что они являются пушечным мясом. Они признают то, что сейчас в том числе идет утилизация тех, кто, например, воевал на Донбассе. Об этом вот привожу слова господина Атамана Шабанова. Послушайте, пожалуйста. Ну, собственно, это одна из целей, кроме нефтяной, так скажем, была и утилизация ветеранов Донбасса. Ну, собственно, они этим и занимаются. Послушали? Ну, и думаете, они на это обижены? Отнюдь. На что они реально обижены? Они обижены на то, что бойцы ЧВК, те, которые отслужили, они не имеют статуса ветеранов, они не имеют льгот, они не имеют выплат. То есть ребята тупо обиделись за то, что Россия им не дает много денег. И это основное их требование, то есть признать их участниками боевых действий. А параллельно с этим, как говорится, чтобы было обидно, это привлечь к ответственности вербовщиков, руководителей частных военных корпораций, и должностных лиц Российской Федерации, которые участвовали в данном процессе. Кто же принял такое судьбоносное решение? А в Москве проходил слет, съезд или сбор, не знаю, как сказать, так называемых ветеранских организаций, на котором присутствовало 357 депутатов из 52 регионов, которые представляли 18 различных организаций. Вот они все вместе собрались и порешали. При этом, надо отметить, что они не сразу решили обратиться в ГААГУ. Летом был аналогичный сбор, сходняк, собрание, как угодно называйте, когда они обращались в Челобитное Министерство обороны Российской Федерации с просьбой их признать. Но ведомство Шойгу-Традицу, естественно, их послало. Вот ребята обиделись, собрались через пару месяцев и решили обратиться в ГААГУ. Но, на первый взгляд, вроде бы какая-то мелкая новость, посмеялись и все. На самом деле, суть несколько другая. Что такое Международный уголовный суд ГААГИ? Международный уголовный суд ГААГИ рассматривает преступления против человечества, рассматривает военные преступления и так далее и тому подобное. Документы Международного уголовного устава ГААГИ являются документами международного права. Теперь, что мы имеем? Если до этого момента и Украина, и многие другие страны, они пытались доказать участие Российской Федерации в своих конфликтах, то Россия все отрицала. То есть, на уровне международных отношений, по большому счету, признания до недавно нет. Что мы сейчас имеем? Международный уголовный суд, который рано или поздно будет рассматривать военные преступления, в том числе Российской Федерации, получает документы, свидетельские показания, свидетельства, информацию. О, первое. То, что, например, на Донбассе воевали никакие не российские добровольцы, воевали наемники, то есть люди, которые поехали на территорию другой страны убивать банально за деньги. Об этом признаются сами сотрудники ЧВК. Второе. Но это уже следует из первого. То, что... Мало того, что боевики российских ЧВК воевали на Донбассе, но они, кроме всего прочего, они расскажут, как они делали, что, где, с кем и так далее. То есть, раскроют логистику. Третье. Это логистика найма. То есть, кто где нанимал. Если нанимал, они покажут, что нанимались через военкоматы, мы имеем сотрудничество Российской Федерации и участие в создании законных вооруженных формирований для развязывания войны на территории других государств. Следующее. Кто как отправлял. Аналогично. Следующее. Тренировочные лагеря на территории Российской Федерации. Поставки оружия и так далее. Если это существовали российские официальные лица, значит, мы имеем доказанный факт, то есть, документы, которые уже находятся в Международном уголовном суде в ГААГе. Документы, которые подтверждают то, что Российская Федерация создавала, участвовала в создании, работала с таким частными военными корпорациями и, более того, использовала им для развязывания войны на территории других стран. То есть, получается, то, на что у украинской стороны, условно говоря, на сбор доказательств могли бы уйти годы, Российской Федерации бы всячески сопротивлялась. Тут сами же граждане Российской Федерации это подарили Международному уголовному суду. Ну, как говорится, браво, господа, браво. И, по большому счету, эта информация, этот акт, если он действительно завершится, именно передача всех документов, это крупнейший провал российской внешней политики, и, ну, я не побоюсь того слова, со времен крушения Боинга MH17. Почему? Потому что, с одной стороны, это огромный массив доказательной базы, которая уже будет передана международной станции. Второе. Такой доказательной базы, несомненно, кстати, заинтересуются и исследователи по делу MH17. Потому что, если боевики воевали на данной базе, если не осуществляли прикрытие тех же самых зенитно-ракетных установок, БУК и так далее и тому подобное, им есть что рассказать. Третье. В таком случае, даже Россия, во-первых, она должна будет каким-то образом официально отреагировать, потому что процедура предполагает выставление претензий Российской Федерации и после озвучивания официальной российской позиции. То есть Россия должна будет представить какие-нибудь либо доказательства, либо опроверживание, это тоже ляжет доказательную базу. И, наконец-таки, даже если стороны решат все полюбовно, даже если дело не будет заведено, сам массив доказательств, Международный уголовный суд, никуда, никому, никогда не отдают. Потому что это может быть использованием в других судебных разбирательствах, в том числе в отношении должностных лиц Российской Федерации. И вот тут вот, поскольку сами российские боевики сделали большую часть работы за украинскую сторону, возникает вопрос, что делать, например, Украину? Ну, это можно сказать то же самое в Молдове, можно сказать, я теперь большая, ну, кому угодно. Что делать таким странам? Первое, я с тобой, что, на мой взгляд, стоит делать, это поддержать иск российских боевиков. Да, я понимаю, что сейчас многие оскорбятся и так далее, но в чем суть? Если Украина поддерживает, она может не поддерживать иск, не поддерживать иск в отношении признания ЧВК легальным структурам. Ну, это, в принципе, не так важно. Но вот поддержать требования уголовного преследования тех, кто виноват в гибели людей, уголовного преследования для уборщиков, уголовного преследования тех, кто снабжал ЧВК оружием, можно и нужно. Это, в том числе, иски против российского государства. Если Украина поддерживает, если Украина заявляет о готовности передать свои доказательства, что мы получаем, Украина может стать участником процесса. Если Украина становится участником процесса, следующая, да, после этого Украина получает доступ к материалу то есть к доказательной базе, к доказательствам, свидетельствам, переданным теми же самыми участниками частных военных корпораций Российской Федерации. Иначе Украина бы это получить не могла. Имея такую доказательную базу, что мы получаем? Мы получаем, во-первых, можем получить, прошу прощения, информацию о сети вербовщиков, потому что не секрет, что вербовали в том числе на свободной части Украины, вербовщиков, они же агенты Российской Федерации на свободной части Украины. За это службы разведки Украины и военные, и СБУ, и даже МВД скажут огромнейшее спасибо. Второе, логистика. Третье, количественные и качественные показатели. Четвертое, доказательная база, которую можно использовать, подавая уже собственный иск против Российской Федерации за развязывание войны на Донбассе, за аннексию Крыма. То есть фактически массив информации, которого у нас не хватает, мы можем его просто взять. Причем эти данные, они уже не будут подвергаться сомнению, поскольку они переданы и они признаны Международным уголовным судом в Караке. В связи с этим, что можно сказать в общем? В общем, можно вспомнить старую поговорку о том, что в России есть две беды, дураки и дороги. Но про дороги мы сейчас не говорим. С другой стороны, да, это крупнейшая проблема для российской власти. Точнее, может стать крупнейшей проблемой для российской власти за последние годы. Естественно, что сейчас большая часть из тех, кто будет давать свидетельские показания, они могут внезапно скончаться, исчезнуть, поехать на рыбалку, утонуть. Ну, такое бывает, понимаете? Случается в Российской Федерации достаточно часто, но как бы там ни было, главное надеяться на то, что сами доказательства, саму основную информацию они успели передать. Что касается судьбы отдельных наемников, которые убивали людей, в том числе на Донбассе, ну, по большому счету, они сами выбрали свой путь. А Украина с этого может получить очень даже неплохой ошибок. На этом все. Видео понравилось, лайкайте, расшаривайте. Можете отправлять за поребрик, чтобы товарищи порадовались. Всего вам доброго. И не забывайте подписываться на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok